АЛМАТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Восточная Армения отзовет иски и подтвердит права Баку. В течение последней недели в прессе в Восточной Армении муссировали слухи о том, что армянская сторона согласилась выполнить очередное абсурдное требование Баку, а именно отказаться от исков против Баку, подданных во все международные инстанции. При этом Баку не отказывается от своих исков, однако элита Восточной Армении дала указание ответственным лицам армянской стороны подготовить заявление об отказе от исков, подданных против Баку. Эксперты еще в 2021 году писали, что правительство Армении составляет иски международные суды таким образом, что политические права армян были полностью исключены, чтобы Баку не обвинили в ненароком применении силы агрессии и оккупации, чтобы вопросы рассматривались исключительно с гуманитарной точки зрения и должно быть признано право Баку. Однако права армян настолько весомы и очевидны, а права Баку настолько нулевые, что даже составленные таким образом иски противоречат планам Алиева, Пашиняна, Путина и Ртугана и угрожают признанием прав армян и осуждением Баку. Вот почему Восточная Армения отзывает иски даже составленным таким образом. На этом фоне Западная Армения продолжает бороться за права Арцаха и Арцахцев. Офис первого президента Западной Армении Арменака Абрамяна продолжает судебные процессы по материальному и физическому ущербу причиненным семьям, насильственно перемещенным и из Арцаха. Арменак Абрамян продолжает сбор заявлений и необходимых документов граждан Арцаха. Западная Армения не боится заявлять. Арцах не имеет ничего общего с Баку, смысл всех претензий именно в одном – доказать, что Арцах армянские, арцассы – коренные жители. О создании СНГ в 1991 году, о соглашении от 8 декабря в Алмате в 1991 году. Положения об уважении территориальной целостности, неизменности границ, закрепленные в декларации от 21 декабря, не имеют никакого отношения к вопросу о том, каковы в настоящее время границы между государствами-членами СНГ и какая территория охватывает то или иное государство. Государства-участники СНГ не признавали границы друг друга до 1993 года, согласно принятому 22 января уставу СНГ, участником которого Баку не является. Положение о неизменности границ, отраженное в Алматинской декларации, имеет четкое и недвусмысленное содержание и, по сути, является одним из важных элементов принципа территориальной целостности. Принцип нерушимости границ означает запрет на посягательство, на юридические или фактические границы между государствами. В контексте спорных границ он запрещает соседним государствам разрешать пограничные споры путем применения силы. Содержание принципа нерушимости границ включает в себя обязательство государств уважать существующую границу и не допускать произвольного перемещения границы на месте, пересечения границы без надлежащего разрешения или вне установленных правил. Это также включает право каждого суверенного государства контролировать пересечение своих границ лицами и транспортными средствами. Таким образом, ни принцип уважения территориальной целостности, ни принцип неизменности границ не отвечают и не могут ответить на тот вопрос, что является территорией данного суверенного государства и что входит в эту территорию. Следовательно, из Алматинской декларации не следует, что Ереван признал Арцах частью Баку. Необходимость правового исследования геноцида, совершенного против армян, один из самых серьезных вызовов, стоящих перед армянской действительностью. В силу целого ряда объективных и субъективных причин на протяжении многих лет вопросы, связанные с геноцидом против армян, рассматривались преимущественно в свете анализа исторических фактов, что не позволяло выявить и оценить взаимозависимый характер и содержание всех составляющих феномена геноцида и его последствий. 109-я годовщина памяти жертв, совершенного против армян геноцида, это не просто цифра. Это линия против неуважения, высокомерия и ненависти потомков, убийц, агрессоров, а также против государств и отдельных лиц, которые стремятся игнорировать эту ужасную трагедию или, что еще хуже, сопротивляться и отрицать факты, написанные кровью на скрижалах истории. В этом контексте, однако, мнение российских политиков и общества не претерпело значительных изменений, оставив тему геноцида на усмотрение самих армян. Напротив, усилия протурецких сил по отрицанию геноцида, совершенного против армян, усилились, так как общество предпочитает закрывать глаза. Главный посыл. Мы не хотим осложнять международные отношения проблемы геноцида, потому что, поднимая ее, мы заденем чувства азербайджанцев и турок, живущих на территории России. Сегодня можно констатировать, что по мере приближения печальной 109-й годовщины давление протурецкого лобби на российских чиновниках и общественное мнение усиливается. Сторонникам такой толерантности часто приходится напоминать, что мы живем в правовом поле, в котором существуют точные формулировки Декларации Государственной Думы Российской Федерации от 14 апреля 1995 года, в которых события 1895-1922 годов квалифицируются как геноцид, совершенный против армян Западной Армении. После революции 1917 года, когда борьба с Антантой и идея советизации Кавказа привели к Союзу Советской России и Кемальской Турции, армянское население Кавказа вошло в состав Советского Союза. Результаты этого союза были скомпрометированы признанием Северского мирного договора, в результате чего был заключен зловещий Александропольский договор и последовавшая за ним быстрая советизация Армении. Хотя правительство Советской Армении не признало Александропольский договор по Московскому, а затем по Карскому договорам, тогдашнее правительство Советской России и его союзники в Советской Армении фактически завершили раздел Армении, отдав Турции более 100 тысяч квадратных километров и почти 30 тысяч квадратных километров Азербайджану, передав населенные армянам на Хадживан и Арцах под юрисдикцию Баку. На 55-м заседании Совета ООН по правам человека в своем выступлении представитель делегации ЕС затронул ситуацию с правами человека в различных точках мира, в том числе этническую чистку, проведенную Баку в Арцахе. В заявлении говорится, ЕС подчеркивает свою неизменную поддержку установлению стабильного и прочного мира между Арменией и Баку, основанного на принципах суверенитета, нерушимости границ и признания территориальной целостности. В соответствии с их приверженностью Алматинской декларации 1991 года, ЕС по-прежнему полностью привержен содействию усилиям по достижению этой цели посредством процесса урегулирования в Брюсселе и призывает стороны добросовестно участвовать в этом процессе. ЕС подчеркивает необходимость обеспечения прав и безопасности армян Арцаха, также создание условий для добровольного, безопасного, достойного и стабильного возвращения беженцев и перемещенных лиц в Арцах, в частности, права на достойную жизнь в своих домах без терроризма и дискриминации. Необходимо эффективно защищать и гарантировать культурное наследие и права собственности местного населения. Чрезвычайно важно в полной мере выполнять постановление Международного суда ООН. Сентябрьские события и миграция более пяти месяцев не дают семье Эмирян покоя. В беседе с журналистами Арев Эмирян рассказала об отце, 82-летнем Гавруше. Он считается без вести пропавшим 27 сентября. Отметив, что отец жил в Мартунинском районе по специальности медик и все профессиональные навыки использовал на благо Арцаха. Работал в медицинских учреждениях Мартуни и близлежащих населенных пунктах. Присоединившись к коллегам из военного госпиталя, спас сотни жизней во время войны. Автор двух книг, одна из которых посвящена друзьям из Белой армии, вторая задокументировала героические истории. 27 сентября, узнав, что в Степанакерте работает пекарня, Гавруш отправился туда в надежде доставить хлеб жителям приюта. Так и не вернулся. Члены семьи проинформировали все структуры Степанакерта о пропаже Гавруша. Однако поиски не дали результатов. Через несколько дней семья переезжает в Восточную Армению. Семья обратилась к спасателям, которые все еще находились в Арцахе, также в Красный Крест. Но среди данных Арцахцев, зарегистрированных в Сюнингской и Вайудзорской областях и во всех действующих в Армении центров помощи, Армении данных о Гавруши не было. Сотрудники Красного Креста отправились в Мартуни по нашему месту проживания. Но, к сожалению, никакой информации об отце нет. Мы не мыслим категориями сфер влияния. Мы мыслим категориями права каждого государства защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Восточной Армении Оливье Декантини, касаясь того, что Баку активно закупает оружие у Анкары, Израиля и других стран. И в то же время Оливье обвиняет Францию в вооружении Армении и содействие эскалации напряженности в Кавказском регионе. В определенных кругах также высказывается мнение, что ЕС в лице Франции таким образом хочет ослабить роль России на Южном Кавказе. И это на самом деле беспокоит не только Францию. За последние несколько лет и соседние с Арменией государства Иран неоднократно выражало беспокойность по поводу суверенитета и территориальной целостности Армении. Мы не согласны с Ираном по многим вопросам, но это тот вопрос, с которым есть единогласие. И по сути все государства-члены ООН должны быть согласны по этому вопросу, поскольку по уставу ООН все государства-члены ООН должны признавать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет других государств-членов. Это общее обязательство. Что касается беспокойства Баку, то они могут быть уверены, что тот тип сотрудничества, те виды техники, которые мы поставляем Армении, направлены на защиту страны. Они носят чисто оборонительный характер. Приведу хороший пример. Когда мы говорим о воздушной обороне, если вы не нарушите воздушное пространство Армении, то никогда не столкнетесь с воздушной обороной Армении. Это оборонительный потенциал, заявил Декантини. По его словам, речь идет о защите суверенитета Армении, ее территории и народа. И с самого начала было ясно, что все, что мы поставляем, оружие, оборудование, обучение соответствуют именно этой цели. Алиев, которого называют сыном статуи, так как он заставил всю свою страну и по всему миру статую отца Гейдара, сейчас убивают статуи в Арцахе. Как сообщает омбудсмен культуры Айка, Баку на государственном уровне продолжает уничтожать памятники в Степанакерте. Очередной мишенью азербайджанского вандализма стал памятник великому армянскому писателю-просветителю Хачатуру Абувяну. Статуя находилась во дворе школы, носящей имя писателя. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok